Всем привет! Это канал Слово Пацана. Я тут как бы вылез из дырки крыши, но как бы комично все это не выглядело, но история, про которую мы вам рассказываем в этом выпуске, полна трагизма и надежды. Спускаюсь. Это история про семью. Парня по имени Рома, его младшую сестренку Анечку и их маму нотарию. Вот в этом доме они живут. У них нет никаких удобств. Вообще никаких. У них практически нет никакого денежного дохода и вообще возможности нормально жить и существовать. Наша задача посредством этих роликов в режиме реального времени снимать все как есть и показывать вам, сделать так, чтобы история, эта реальная история изменилась в лучшую сторону, чтобы их жизнь, жизнь этих людей поменялась в лучшую сторону. Цель номер один это ремонт. Сделать так, чтобы у них теперь появился санузел, ванна, туалет, кухня, чтобы можно было по крайней мере где-то кушать, готовить и нормально как все люди существовать. Ого. Привет. Вы вдвоем здесь что ли? Да, че, че. Кто тут еще что будет делать? Привет. 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 Прикольно. Вообще. Очень круто. Здорово. Он поменялся немного. Да, че, все поменялось. Реально все поменялось. Снега нет, все там стало чисто, здесь появились стены, новая прическа. Почему такую прическу выбрал? Я такой же несколько лет хожу больше. Интересно. Он не похожий был. Я просто подстригался. Ну что, у нас тут получается. Я правильно понимаю, что вы сейчас просто приехали сюда помочь нам вот этот процесс весь, который мы затеяли? Или вы каждый день здесь присутствуете? Нет. Не, ну раз в неделю, но это стабильно. Каждый раз приезжаем, каждый раз у нас новый вид работ, и мы его объясняем, и после этого уже онлайн там через... Ну, по телефону там Рома слизывает фотки, там видео, и мы тебя уже контролируем. Ну, а ты как вообще оцениваешь все, что происходит с точки зрения твоих новых знаний, умений? Круто очень. Мне в будущее смогут пригодиться. Понятно. Ну, а что ты вот уже умеешь прям так хорошо делать? Да, если с хорошо... Может гипско-порезать. И то с небольшими косяками. Мне сантехника понравилась. Вот, прям вот так. Труба появилась. Более пропилен. Вот, видишь, плиток? Ложно. Он ее забыл перевернуть. Типа он сюда ровный к разделу, и наоборот ее положил. Нет, так нельзя, надо переделать. Ну и вот это вот. Вот этот шов в этом месте не входит в этот шов. Да, да, да. Здесь типа, окей. Но он изначально положил вот эту первую стену. Я начал вот эти дворезая положил. Дальше он все делал. А это он самостоятельно полностью. И вот он выставил ее, видать, выше. Хотя говорит, положил. Это и к чему, типа то, что можно сказать, что вот, ну, типа, не все идеально. Мы съемку идет все время, у нас как бы... Видно, что ни мы, ни кто-то там не приехал, там, специально, плитку не положил, вот так мы до 100%. Да, он как бы не положил. Я видел, он тут самостоятельно. Ну, ему говорят, зачем ты вот так делаешь? Он говорит, да нормально, никто не заметит. Он затрется. Ладно, а если серьезно, ты здесь что делал, какую работу? Ну, получается, наряда три не помогали, а потом я уже... А, ну, еще я переделал в зелье, но и было неправильно. Здорово. Нам очень важно вам, зрители, донести тот момент, что когда мы сюда приезжаем, и ребята вот здесь оказывается, Вадим и Рома, вендитель, который Рома, что ребята, когда приезжают, мы с ними заранее договоримся, чтобы они были именно здесь в этот день, чтобы мы здесь, ну, как бы, пообщались, обсуждали какие-то моменты. Практически всегда Рома работает здесь один, и все это его рук дело, то есть какое-то действие ребят начинают делать, дальше он продолжает. И так вот со всеми. Раз в неделю они примерно сюда приезжают. Вот эту вот плитку, которая здесь сейчас в санузле появляется, мы же ее забирали в магазине, и по особым условиям. Мы оказались в магазине плитки, потому что выбор огромный здесь, и вообще найти плитку, чтобы она четко подошла одно к другое, ну, в общем, это не так просто. Хорошо, что Вадим уже заранее постарался, выбрал варианты. Сейчас мы приехали их отсматривать и финально их утверждать. Если все хорошо, то прямо сейчас и заберем, и уже повезем туда в деревню. Да, это на пол. Это на пол. Прикольно. Так, хорошо. Мы просто за кадром одобрили уже, и по идее сейчас просто визуально глянуть на нее. Если все ок, то берем. Так, это на пол. Мне нравится, что это же под дерево, вот так делаю сейчас. Должно выглядеть очень стильнее, я считаю. Ну, будет комбинация дерева, оптика. Да, на рубильнике. И на пол будет зеленка. Эту, и эту, и эту, три вида плитки у нас, да? Да. Мы забираем, там большой объем получается? Ну, порядка там тонна будет, наверное, да. Тонна будет. Короче, есть предложение, что я просто ее отпускаю. Когда это вообще можно сделать, что в магазине, владелец магазина сказал, вот давай, а там люди не испугаются? Извините, сейчас будет громко. Простите, пожалуйста. Я думаю, сейчас вдребезди просто. Прикольно, а почему не разделывается? Потому что тут реально крепко. Хороший, керамогранит. Иди, иди. Вы кровельщики? Занимаетесь крышами или нет? Мы вообще занимаемся продажей давно кровельных материалов, ну, и опыт, так скажем, есть в практике. Короче, давайте я поясню. У нас есть большая проблема, что в этой крыше, хотя, в принципе, она вроде неплохая, но там есть несколько отверстий, которые пропускают влагу. И наша задача сейчас посмотреть это все, оценить это все и рационально подумать, как это можно малой кровью все сделать. Могу, да, полезть? Так, ну что тут? Оказались мы на крыше. Так. Ну, да, понятно. Вот они все. Дыры у нас. Мужики, поднимайтесь. О! Все, ма-все. Мы, кажется, нашли дыру, ребята. Мы, кажется, нашли проблему. Но рационально можем, да, сделать локально так, чтобы это... Пока можно, да. Но там, скорее всего, получится закрыть только... Заплатка какой-то, да, типа? Металлом, да. Дело в том, что шейфер такой, наверное, мы не найдем. Это старый, старый борозца шейфер. Ну, сколько тут лет? А может, вы говорили, где-то у них куслик, какой-то старый? Может быть, и есть. Если есть, то тогда можно подсунуть сюда. Вадим, ну, самое главное, что мы смогли найти отверстия. Да, смогли? Да, прикинь. А где? А вот. Долго присматривались. Да. Сматривались. Я думаю, лампочка висит просто. Да. Проблема места раз и вот то вот два. И плюс еще вот там вот тоже пара моментов есть. Мы завтра сможем завершить и поставить галочку с этим вопросом? Да. Сможем, да. Супер. Ты больше так, пожалуйста, не делай. Ты сделала нехорошее дело. И делаешь это по всему участку здесь. Так нельзя. У тебя неплохо получается. Смотри, когда от стен где-то будешь в ванной... В общем, проходит очередной мастер-класс от Ромы для Ромы. Как власть теперь плитку на полу. Да, это максимально. Первая пошла. Ложи тогда следующую. Надо говорить, клади. Правильно одевать, да? А, это правильно? Ну, если честно, надо поправильно укладывать, а не класть. Тогда говорю, укладывай, а не ложи. Пусть мне, а потом просто touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Здесь, где мы сейчас находимся, реально другая погода. Вон снежок лежит, все в снегу. О чем ты говоришь, что даже это вообще другой климатический пояс, который отделяет нас от Рома регулярно. Когда мы ездим снимать историю про эту семью, да и про разные другие, мы наматываем 600 километров только в одну сторону. Мы посчитали, что вот на этой машине в год мы проезжаем более 50 тысяч километров. Это реально боль. Иду к своей любимой машинке. Я тебя люблю, моя милая. Это личная машина, понимаете, личная. О чем мы думаем? Что нам, конечно, для наших съемок нужна какая-то техничка. То есть машина, которая бы нас выручала, которая была бы комфортна на дальнее расстояние. Безопасная. Нужна нам машина? Безопасная однозначно, потому что мы ездим сюда по трассам. Еще мы подумали, чтобы она была вместительной для некого такого негабарита. В идеале это микроавтобус. Мы так посмотрели, было бы круто, чтобы это был, например, там, Volkswagen Multivan. Но так как мы постоянно на съемках, то есть постоянно в разъездах, у нас фактически нет времени, чтобы просто съездить и посмотреть что-то на покупку. Поэтому давайте зайдем на Авито. И предложений по такой модели здесь очень много. Вот, кстати говоря, интересный вариант, так его обязательно нужно проверить через автотеку. Это такой сервис проверки истории автомобиля с пробегом. Это сильно экономит время стоящего экземпляра для вас, потому что вы можете без поездки на место посмотреть через приложение и увидеть информацию про авто. Вот смотрите. Идем вниз, купить полный отчет и видим максимально подробную информацию, историю о конкретном экземпляре через автотеку. У них наиболее полная база по истории авто, они собирают информацию из просто десятков источников, и вам не придется тратить время на поиск этой информации. Что вы можете увидеть в этом отчете? Нахождение в розыске и залоге, данные о ДТП, причем в расширенном виде. Вы можете увидеть даже данные об участниках, включая Европротоколы, которых, кстати говоря, нет в других базах. Вот, например, наша машинка в 2017 году, судя по отчету, была участницей небольшого ДТП, причем даже есть расчет стоимости ремонта. Также в автотеке вы можете посмотреть историю эксплуатации, ремонты с детализацией работы запчастей и технических осмотров. А также вы можете посмотреть пробег, который, опять же, очень удобно изображен на графике. Таким образом, каждый из вас при поезде авто может быть уверенным, что он максимально и тщательно проверил подходящий и нужный вариант. И в итоге понять, имеет ли вообще смысл ехать и смотреть этот автомобиль вживую. А теперь такой самый приятный для вас бонус, только сейчас машинка проедет. А вам я дарю промокод на один отсчет на скидку 20%, поэтому пользуйтесь им и проверяйте машину перед покупкой. Ссылка в описании под этим роликом. Отвечаю на очень частый вопрос в комментариях. Почему здесь ремонт довольно-таки долго делается? Ну, во-первых, Рома, он все-таки еще ученик школы. Время от времени в школу он уходит, поэтому нет такого, что он прям с раннего утра до позднего вечера здесь. Второй момент. Здесь все-таки все делается реально с нуля, то есть фактически даже не было стен нормальных. И еще важнейший момент. Мы специально не торопим это все, потому что Рома делает это впервые в своей жизни. То есть до этого таким он не занимался. Ребята Вадим с Ромой ему подсказывают, как здесь все должно происходить прям поэтапно. И дальше он делает это сам. Рома ему подсказывает, как здесь все. Тот, кто проиграет, реально туда руку засунет. Насколько по глубине? По поясу. Ну, по подмышку. Давай. Ну, все используем. И ножницы. И волны. Давай, чтобы интереснее было до трех побед, а то сразу. Нет, давай. Чтобы можно было отыграться. Давай, до трех побед интереснее. Давай, реально. Давай. Цу-е-фа. 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 Я очень не хочу туда окунать. Ты тоже, да? Давай. Цу-е-фа. Да. Первое. Первое. А ты не хотел до трех. Да, точно. Так, главное вести. Цу-е-фа. Цу-е-фа. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Один-один. До трех побед. Цу-е-фа. 2-1. Цу-е-фа. 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 Жесть какая-то. Сейчас решающий получается. Давай не будем. Ладно. Цу-е-фа. 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 Блин. Ну а так обидно. Выглядит. Не могу достать. Подожди. Давай часик подождем. Вот так разжужаешь, если что. Больше движения. Больше. Это хорошо, что не правишь, чтобы здороваться. Можно слепо красиво сделать. Все. Роме объясняет и показывает, как в итоге укладывать здесь плитку. И мы сейчас оставляем его здесь. Ребята сейчас скоро отсюда уедут. И посмотрим, как он в итоге справится с этим. А мы сейчас отъезжаем отсюда делать конек для крыши, чтобы она в итоге не текла и все здесь сделано, не портило. Примещаемся туда. Ночь, работе не помеха. Вот. Вот этот девиз. Должен на каждом производстве сеть, чтобы прям... Правильно. Поддержим. Мне нравится оказываться все время на разных производствах. То кухни мы делаем, то тумбочки какие-то. Теперь коньки для крыши. Просто раз, чик-чик-чик, все загибаются, делаются. Тысячу разных станков и профессий повидал из в последнее время. Новый день. Мы только приехали. Ребята приехали чуть раньше. Уже занимаются крышей. А мы ждем сюда тяжелую технику. А сейчас пойдем в дом кроме. Посмотрим, как он там укладывал плитку все это время. Ну что, спал ночью? Спал. Спал? Да. Короче, мы просто только вчера были здесь. И собачка бегала, мы ее снимали на видео. А вот сейчас только что приехали, смотрим, там она, в общем, лежит. Так что собаки не встала вот эта ночь. Такая грустная ситуация. Что произошло? Машина сбила. Если бы точнее, то КамАЗ что-то свиней перевозит. Ну ты почти весь пол, да, сделал уже? Ну так, самое трудное мне осталось. Трудности какие? В принципе, особо никаких. Ну то есть ты уже нормально все, да? Уже со знанием дела? Да. Я смотрю ровненько, на самом деле. Да, конечно. Прикольно. Красивенько. Мы немножко переживали, чуть-чуть думали. Раз, мало ли, там только одну плитку еще положишь. А тем временем здесь на улице тоже идет работа. Здесь подготавливается шифер для того, чтобы залатать там крышу и чтобы она и дальше служила и функционировала. Я люблю куда-то либо залезть, либо наоборот вниз слезть. Столько было всего, а то где-то на дерево залезу. А то где-то в колодец спущусь. Пипец, он узкий, просто нереально. Все, визуально, чтобы было понятно вам всем, как тут все происходит. Наша задача здесь, сейчас, просто отделаться малой кровелью. Можно и так сказать. Можно и так сказать. Сколько у вас в деньгах получится, если по уму делать там из металла крышу здесь? Примерно. 350 тысяч. 350 тысяч. А можно сейчас сделать заплатки, чтобы еще несколько лет крыша служила и не протекала. Выбрали вот второй вариант. Просто нам кажется, это более рационально. Еще один момент. Мы, конечно же, видели в комментариях, и это совершенно справедливо, что вы пишете, что на территории грязно. Так оно и есть. Слушай, Ром, можно еще вот у тебя маленький вопросик к тебе? Уберем потом? Да. Снег. Все будет убираться. Снег просто только что сошел. Да? Как бы мы все... Земля промерзшая. И многое то, что, допустим, он примерз просто к земле. Ну, короче говоря, все комментарии читали, видели. Совершенно справедливо. Действительно грязно, действительно нехорошо. Будет убрано. Да? Всему свое время. Значит, это чудо-машина. Ей для того, чтобы вырыть яму под септик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас тут происходит прям процесс. Все в моменте. Значит, что еще? Мы вам хотим очень важный момент сказать, важнейший. У нас есть второй канал, который мы сделали. И недавно в втором канале вышло видео с ответами на ваши вопросы. И скоро выйдет еще много всяких разных видео. Поэтому ниже под этим роликом будет ссылка на второй канал. Обязательно туда подпишитесь. Нам очень нужны ваши подписки. Это очень важно. Ссылка на второй канал ниже. Мы вас там ждем. Все, выкопали яму под септик. Я что-то, честно говоря, думал, она будет не такая глубокая. Мне казалось так. Визуально прям вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Там выглядит, как будто септик уже воспользовались. Ром, 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 ром. Юма, ю. Я тебе жизнь спас. Спасибо. Ребятам, нашим зрителям, просто огромное спасибо, что они тоже принимают участие в этой истории. Они кровельщики. Здесь, в Воронежской области, занимаются продажей кровельных строительных материалов. Правильно? Строительных материалов для кровли. Но еще вообще имеют контакты всех строительных вот этих кровельных именно бригад. Поэтому так просто знайте, что такие ребята есть. Мы ниже. Благодарность им оставим все их контакты. Пользуйтесь. Сколько там, 45? 45. Все, спасибо за работу. Очень было приятно, профессионально и здорово. Несмотря на все трудности и весь грунт. Спасибо, что выручили. Звонить. Хорошо, все, на связи. Пока. Мы тут немножко напачкали, но важное очень дело сделано, потому что все-таки, ну, понятно, что без септика как тут вообще, в чем смысл? Короче, мы стараемся к этой истории подходить, ну, максимально адекватно, рационально, но все же с пониманием того, что где нужно делать что-то масштабное и большое, конечно, это нужно делать. Ремонт здесь необходим, а крыша, ну, вот, крыша сделана так, как именно нужно, здесь рационально тоже. Короче, в этом выпуске мы подходим к финалу всей этой истории с точки зрения, там, окончания ремонта. Пока. Вот такой вот ролик, такой выпуск у нас получился насыщенный и наполненный разными событиями. Мы постепенно идем к завершению вообще ремонта, вот там вот. Сегодня и септик был сделан, и крыша там делается, латается. Самое главное, что Ром каждый раз приобретает новые знания. Скоро будет финал. Поэтому мы очень благодарны вам, зрителям, за вашу поддержку, за то, что вы смотрите на нас, за то, что вы даете возможность этой истории реализоваться и получиться такой КНЕ. Спонсорам канала огромное спасибо за, ну, короче, все, что здесь происходит благодаря вам. Всем спасибо за просмотр, всем пока, и барабанная дробь я тебе, камеру, давай, закрывай, разрешаю это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok